Всем привет! С вами SkipMusic и сегодня мы поговорим не конкретно о какой-то гитаре, а в целом о бренде. Это бренд южнокорейский корт. И вот в этой гитаре, как считаю не только я, но и многие другие люди, которые начинают знакомиться с этим брендом, выражается та самая золотая середина между бюджетными гитарами, которые сделаны простенько, и дорогими гитарами, которые сделаны охренительно. Что мы имеем здесь прямо из коробки? Обечайка задник краснуха, гриф у нас кленовый, накладка палисандр, очень хорошие колки, причем обратите внимание, они не просто так черные, это не металл, это какой-то композит, пластик, не знаю, но он на грани с такой с резиночкой, наверное, очень приятный, интересный на ощупь и выглядит очень-очень клево, то есть черные колки к черной гитаре, это прям стиля, это прям модно. И вот здесь вот есть такая вот надпись, прям вот на картоночке, которая снимается, естественно, Solid Top. И чтобы это значило, это значит то, что здесь у нас ёлка массив, то есть топ, у нас вот эта крышка вот эта, это массив ели. Стоит данный инструмент, ну, не будем говорить сколько, но вот возьмем, скажем, Yamaha FG800, 820, да, там вот где-то вот, это инструмент того уровня, но дешевле, дешевле, потому что не Yamaha. Вот, южнокорейский бренд, но делается в Китае, Yamaha, японский бренд делается в Индонезии, инструменты вот такие вот среднего и более низкого уровня. Что мы давайте вот имеем из коробки, вы все прекрасно знаете, помните, возможно, кто-то смотрел видосы, возможно, не смотрели, но я топлю за фирму Yamaha, потому что вот ее из коробки берешь и она работает, она играет, она клевая. Максимально редкий бренд, который позволяет себе на контроле качества пропустить какие-то косяки. Здесь мы достаем инструмент и сразу мне бросается в глаза то, что здесь отшлифованы вот уголки ладов. Я провожу и мне прям кайфово. Ничто не застревает, не царапает. Обычно, когда смотришь, ой, корт, ой, там, другой бренд какой-то, да, который, ну, непонятный, новый, не знаю, это не Fender, как дед советовал, и не Gibson, как батя завещал, вот какой-то вот новый, да, и думаешь, ну, все, у него по-любому лады будут царапать пальцы. Ни хрена. Все ровно, все четко. Даже вот смотрю, тут идет кантик, и он так мило заходит еще на ладочки. Ну, прикольно, да, как у гипсонов, у стандартов. Значит, поговорили про то, что какое дерево тут находится, поговорили про лады, колки. Действительно, я прям достал вот этот эффект нового инструмента, когда вы дергаете, он так чуть-чуть как бы проскочил, но встал в паз, вы дальше крутите, и настраивает все идеально. Хороший ход, который требует небольшого усилия, в меру плавные, то есть, когда он, колки плавные, ну, там может рука соскочить, тут прям все четенько. По пуговкам, которые его, собственно, ремни-держатели, да, посмотрите, один ремни-держатель у нас идет прям под грифом, то есть, мы не вяжем сюда, он не торчит у нас вот здесь, с грифа, вот тут, нет, он прям вот снизу, ну, как бы его отсюда не видно, он, ну, не бросается в глаза, и как бы клево. Второй сразу здесь. Взяли, повесили, играете. Между, собственно, корпусом и самой вот этой вот пуговкой, ремни-держателем, есть довольно-таки плотная такая широкая фетровая составляющая, которая, ну, собственно, защищает наш корпус от чрезмерных прокручиваний, закручиваем отверткой вот этой вот ремни-держателя туда, чтобы ничего не тресло. Короче, ну, ребята подумали о том, что все будет клево. Видны пружины, видно, что это, ну, собственно, массивчик, да, тут вот есть небольшой непрокрас, который мне поможет определить, что тут все-таки некая деревяшечка присутствует, так сказать. На данном инструменте в черном исполнении, естественно, видны все пальцы, естественно, видна вся пыль и так далее, но это та самая роскошь, за которую надо платить, потому что гитары в черном цвете, это очень круто, ну, согласитесь, да, если вы не согласны, можете в комментарии мне оплевать сказать, да нет, только белый, только Виктор Цой. Вот, смотрим по проклейке. Все очень ровно, очень ровно, то есть последнее, от кого я ожидаю ровную проклейку грифа, струнодержателя, да, и так далее, это от компании Корт. Прям подчеркну, для меня Корт это бренд относительно свежий, к которому я скептически отношусь. Да, я топлю за другое, но здесь открываю коробку и поражаюсь тому, что все клево. Все окантовочки, весь лак, вся проклейка, вот, собственно, то, как приклеен струнодержатель, вот этот обычно, ну, везде торчит клей, везде какие-то нитки, ну, какая тут хрень творится, здесь все четко придраться не к чему, момент вот склейки грифа и корпуса тоже без нареканий, никакого лака, никаких трещин, ну, ничего нет, вот, никаких капелек, все очень клево. Есть, собственно, перламутровая вот такая вот розеточка интересная, пикгард, естественно, присутствует, но это все не про гитару, это мы говорим про бренд Корт, который сделал инструмент класса, серьезно, Yamaha моделей FG820, не просто так их ставлю вместе, инструменты разные, но они, в принципе, в одной ценовой категории, и вот, ну, поэтому люди шатаются, либо одну, либо другую, у этого тут лучше, у этого то лучше, а Корт дешевле, вот, как бы, вот и все, и поэтому вы берете Корт, делаете буквально... Это реально звучащий, строящий, Круто выглядящий и прекрасно собранный инструмент компании Cort. Поэтому подчеркиваю, мы говорим не про гитару, это модель S-100, я вам напомню. Мы говорим про то, что компания Cort начинает выходить на мировой рынок с очень хорошим средним сегментом. И на данный момент, когда мы пишем это ноябрь 2020 года, в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей к этому инструменту нужно присмотреться. Потому что вы сэкономите, получите хорошую комплектующую и хорошую деревяшку, сэкономите на бренде. Но я уверен, что 4 буквы, которые организуют вместе слово Cort, очень скоро зазвучат по-новому. Потому что у них очень крутые электрогитары формы Les Paul. Прям большие, молодцы. Со SuperStrat, конечно, я бы немножечко доработал. Но в плане Les Paul я всегда советую, когда у меня спрашивают, какую сновья купить гитару Les Paul, чтобы не особо дорого и круто, я всегда говорю, это Cort, серия там какая, CR, да, по-моему, там 200-ый у них есть, 250-ый. Очень хорошие инструменты и также датчики там неплохие. Там даже и EMG пассивные ставят. И, в принципе, там в районе 30 тысяч рублей новый Les Paul. Очень неплохо, да. Эпифоны не люблю, бревна. Cort Les Paul прекрасно. И вот здесь вот появляется акустическая гитара, которая мне реально нравится. Потому что я выбираю вот тем, что вижу. Вот вставлю я перед собой несколько Yamaha FG800 или FG820 разного цвета. И понимаю, что любая из них, может, кто ее взял, вот и она будет играть. Будет все хорошо. Вот я взял сейчас из коробки Cort Earth 100 в черном цвете. И он играет. И все очень хорошо. Поэтому, если вы думаете, какой инструмент себе взять в среднем ценовом сегменте, чтобы еще сэкономить, да еще, чтобы не попсять на какую-нибудь... Подписывайся на наш канал, ставь лайк и следи за развитием фирмы Cort, которую мы будем вместе обозревать и уже даже начали его обозревать. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok